Добрый день. Так, всегда… А, да, микрофон. Очень трудно всегда выступать, тебя разрекламировали. А сейчас вам предстоит убедиться, правда ли то, что рассказала Светлана, или нет. Значит, смотрите, нас попросили выступить. Значит, мы вроде бы эксперты и в выступлениях, и в презентациях. Я что-то понимаю про бизнес. У меня два бизнеса успешных, ну как, пока не разорились, то, что называется. Вот так, два бизнеса, меркатора и еще по оценке персонала. Я вам чуть-чуть расскажу какие-то истории, может быть, вам будет полезно из этих бизнесов, как продаем, что мы там делаем и прочее. Но вопрос был в том, есть ли вообще что-то общего, он даже написан здесь, у бизнеса и презентации. И первонаперво мы подумали, что нет, ничего общего, это два разных выступления, и вообще надо выступать отдельно. Мы стали обсуждать, и оказалось, что не то, что много общего, а это вообще одно и то же, практически. Я вам сейчас все и расскажу за 30 секунд. И в презентациях, и в выступлениях, и в бизнесе тебе надо встать как-то у всех на виду, что-то важное, полезное людям принести, и быть заметным и эффективным в подаче. Все. Собственно, вот ответ на вопрос, что общего. И там, и там. Но есть нюансы, о нюансах сейчас поговорим. А про то, что мы стали думать про вас, это ты, наверное, расскажешь. А, мы с Алексеем, значит, мы иногда ругаемся, спорим, там, вы не пугайтесь, значит, мы не поссоримся. Но иногда мы перебиваем друг друга и вырываем микрофон. Сейчас у нас их два не будем вырывать. Давай. Здравствуйте. Я анонсирован в программе как бизнес-тренер, и это очень сомнительное реноме. Выступление такое, бла-бла. В общем, поэтому я взял себе в помощь профессионального метеоролога. А кто-нибудь видел вообще? Так все говорят, погода на НТВ. Кто видел вообще меня хоть раз-то? Ага. Никто не… Нет, мало, мало. Я вам, может быть, историю про НТВ расскажу, там есть кое-что полезное. Спасибо, кто смотрит. Вот. Ну, в общем, для целей данного выступления мы… Там, я не бизнес-тренер, Скворцов не метеоролог. Для целей данного выступления мы предприниматели. Потому что я какая-то… Я ИП, у меня, значит, самостоятельная бизнес-единица. Я сейчас еще там обрастаю учениками как-то вокруг. Ну, то есть, меня становится больше. И я работаю в сегменте B2B. То есть, я как бы продаю… Громче. Я продаю тренинги в B2B-сектор. Скворцов продает ролики в B2B-сектор. Знаете, меркатор, нет? Инфографика, фильмы. Ну, кто-то, наверное, больше знает, чем погода. Да, да, да. Вот мы… Ну, у меня, и у Скворцова, и, возможно, у многих из вас есть один большой вопрос. И вопрос звучит так. Как дорого продать решение? Я не знаю, есть такой вопрос? Актуальный? Ближе, держи. Ближе. Я начну с дорого. Я буду говорить… Ну, как бы, это вообще, вот этот запрос, это то, очень часто, для чего меня зовут как тренера. То есть, люди, которые меня зовут как тренера по презентациям, у них тот же самый вопрос. Алексей, помоги нам дороже продавать наши решения. И я вначале хочу сказать несколько вещей, которые сейчас там поделят зал на 80-20. 20% у меня, надеюсь, это не понравится. 80% понравится. Сейчас объясню, что имеется в виду. Значит, самое главное вот из этих трех слов, это слово «дорого», дорогие друзья. Кроме шуток, серьезно, это очень-очень важный такой водораздел. Есть две ценовые стратегии, и огромное количество проблем в бизнесе возникают от того, что люди никак не могут определиться, на чьей они стороне. Они на дорогой стороне или на дешевой. Я вот поставил сюда два логотипа. Я поставил старый логотип Apple, когда еще, ну вот ситуация 15 лет назад, еще было непонятно, кто победит. Сейчас уже понятно, но мне кажется, с таким же успехом мог бы победить и Dell. Кроме шуток, серьезно. 15 лет назад Apple, это был очень высокомаржинальный бизнес, то есть они продавали компьютеры задорого, но очень-очень узкой аудитории. Было мало покупателей, то есть у них сегмент был там 5%. Это понятная мысль, да? В отличие от этого был Dell, который продавал очень дешево и продавал очень-очень много. Это стратегия ценового лидерства для очень широкой аудитории. Редко-редко бывает, ну так что это меняется. Вот сейчас Apple это уникальный кейс, когда и высокая маржинальность, и очень широкая аудитория. Ну и типа это одна компания на весь мир. То ненадолго, да? Да, непонятно, надолго ли. И вот здесь вот тоже возможно. Вот, например, мне кажется, что то, что делает Скворцов с оценкой персонала, это ценовое лидерство, но на очень-очень узкую аудиторию. Сейчас я просто встряну. Понятно, у меня две конторы. Одна Меркатор, это я 20 лет ей занимаюсь, и я совладелец, и генеральный директор. А во вторая, называется она БССЛ, это компания оценки персонала. Она технологию, интернет-технология оценки делает. И я там никто, я там инвестор, это мой тип стартап. Это совершенно разные истории продаж и два разных подхода. Просто так сказал, оценка персонала. Это два кейса, о которых я буду встревать иногда вам рассказывать, как мы там продаем, как мы сям продаем, и как мы лажаемся, и там, и там, по-своему. Вот, и самое главное в презентациях, это определиться на самом деле, на кого я работаю. Я работаю на узкую аудиторию или на максимально широкую. И я большой сторонник подхода, что как бы делай то, что проповедуешь, и учи тому, что делаешь сам. И я работаю вот в этом сегменте, и все, что я буду говорить, будет относиться вот к этому. И я прошу прощения, если у кого-то другая ориентация, Скворцов вам потом что-нибудь скажет хорошее. Вот, но я буду говорить про это. Я обнаружил, что масс-маркет очень сильно провоцирует людей вот на это вот, на отношение к клиентам, как к банкомату, да? Что хочется очень найти кнопку, что ты нажимаешь, и деньги на тебя сыпятся. Вот, и премиум-сегмент провоцирует совершенно другое отношение к клиенту. Там очень много акцента на сервис. Это понятная для вас мысль? Конечно. Спасибо, Андрей. Вот, и, ну, я вот здесь вот работаю, и все, что я буду говорить, нужно воспринимать через эту призму. Я все-таки стараюсь относиться к людям, как к людям, а не как… А вот Слободин, Михаил Слободин, это сейчас генеральный директор Билайна, может быть, вы видели его. Он рассказывал однажды на одной из презентаций, что он, когда пришел в компанию год назад, обнаружил, что большинство сотрудников компании относятся к клиентам, как, он сказал, как к симам. То есть к героям игры… Нет, как к героям игры The Sims. Ну, такой симулятор, знаете. А давайте мы вот здесь вот переключим один тумблер, посмотрим, что с ними будет. Ой, все подохли. Обратно давайте переключим. Вот, ну, то есть вот чуть-чуть было вот такое вот отношение, и он как бы стал это потихоньку менять. Это вот то, что масс-маркет делает с людьми. Вот, и вот это вот очень-очень важная штука в презентациях, мне кажется, и в бизнесе тоже. Если вы хотите продавать дорого, надо понять, что всем как бы не продашь. Была такая фраза Билл Косби, если я не ошибаюсь, это известный очень американский стендап-комик, который говорил, что я не знаю секрет успеха, но я точно знаю секрет провала, старайтесь понравиться всем. Как только вы пытаетесь, значит, начать работать на супер-мега-широкую аудиторию, на женщинам-мужчинам от 18 до 88 лет, как я вот видел в одной презентации, кто наша целевая аудитория, что происходит дальше, 89 уже не купят, то все это перестает резко работать. Вот, ну, то есть вот высокий ценовой сегмент, он вот к этому вас подталкивает. Дальше второй вопрос – это с решением. Что такое решение? И очень легко продавать, я вам хочу сказать, решение, когда это лучшее решение на рынке. И очень тяжело, когда вы один в длинной-длинной, значит, цепочке людей, которые, в общем, плюс-минус делают то же самое. И для этого тоже нужно сегментироваться. Как только вы находите очень низкий сегмент, то как бы вам становится проще. И я очень стараюсь, и это большая моя дисциплина, ну, как бы не продавать лишнего. Не продавать людям, которым как бы явно не нужно то, что… Потому что меня очень часто зовут на встречи, и, ну, очень странные бывают запросы. И мне нужно постоянно помнить о том, что не все организационные проблемы решаются тренингом и презентациям. и точно так же, мне кажется, не все организационные проблемы решаются веб-сайтом. И можно, мне кажется, помнить об этом. Это очень-очень важно. И последнее это продать. И презентация это очень важный этап процесса продажи. Это не весь процесс продажи, это только часть. Первый этап это выявление потребностей, вторая презентация и третий переговоры. Но презентация это изрядно про продажу, очень-очень сильно про продажу. И что самое главное в презентации это фокус. И большинство презентаций провальных, которые я видел, я видел недавно исследование, там было перечислено несколько самых частых и самых раздражающих проблем в презентациях, по мнению там большого количества опрошенных. И, если я не ошибаюсь, номер пять была проблема недостаточной информации в поддержку главной мысли. И я посмотрел на это и подумал, боже мой, в моей жизни самая главная проблема, вот из того, что я вижу, главная мысль отсутствует. Нет главной мысли. И главная в презентации это фокус. И если нет, тяжело. И какова цель презентации, главный вопрос, который я задаю людям. И вот выступает человек плохо, я его спрашиваю, зачем выступал? И знаете, какой самый частый ответ я слышу? Проинформировать. Ну, я хотел рассказать о своей фирме. А мне говорят, ну, Алексей, у нас такая информационная чисто презентация. Вот. Это скучная презентация. Второй бывает вариант, это когда человек очень сильно впаривает со сцены. И тогда цель продать. И это вот две крайности. И мне кажется, что ни то, ни другое не является достаточно хорошей идеей. И информировать не нужно, и продавать со сцены тоже не нужно. Я сейчас объясню. Ну вот, говорят, продать. Мне кажется, что главная цель, главная задача вообще встречи клиентской, презентации, это создать такие условия, в которых клиент принял бы правильное для него, дорогие друзья, решение. То есть моя задача так ему как бы подать информацию, так ему про него рассказать со стороны, чтобы он понял, что ему нужно делать. И иногда хорошее решение будет не купить мой тренинг. Кроме шуток, серьезно. Я очень много в жизни не продал тренингов. И мне кажется, что это как бы главная причина, по которой я много их продаю. Что я продаю там далеко не всегда. Я сразу занимаю сторону клиента и пытаюсь как бы понять, а могу ли я быть чем-то полезен. Если я не могу быть чем-то полезен, то как бы и фиг с ним. Значит, зачем я здесь? Не нужно. У меня подруга, она совладелец и основной продавец в, ну, в небольшом, в принципе, московском интеграторе айтишном. И у нее работают несколько продавцов. И одни продавцы там получают порядка 100 тысяч рублей в месяц, а вторые получают порядка 300 тысяч рублей в месяц. А я думал, мы с Мака вообще показываем. Да нет, что ты. Винда. Понятно. Вот. И она, ну да, и она пыталась понять, вот в чем разница в психологии между продавцами, которые получают 100 тысяч рублей и продавцами, которые 300 тысяч получают. Понятно, что те, которые 300 тысяч, они намного больше продают и намного более жирные у них аккаунты, с которыми они работают. И она обнаружила, что основное отличие между этими и теми, это что первые работают для того, чтобы зарабатывать. Их главная цель в жизни это вот заработать 100 тысяч, там заплатить ипотеку и там что-нибудь еще. И основная задача вторых людей, ну по крайней мере, как они об этом говорят, это продавать, чтобы помогать. Они продают как бы решение. Понимаете, да? Ну то есть есть какая-то проблема, они продают к этой проблеме решение. И первое, что они пытаются сделать, это понять, а есть ли проблема. Если да, то в чем она заключается. Вот. Ну то есть фокус это, во-первых, в презентации, говоря о чем-то, в чем ты хорошо разбираешься. И в этом смысле я ужасно уважаю Скворцова за то, что он метеоролог и ведет прогноз погоды. Потому что, ну как бы девушка с длинными ногами, легко вести прогноз погоды. А вот ты попробуй метеорологам поведи прогноз погоды. А слушай, а хотите я вам расскажу как раз про метеоролог? У меня просто рождается в главе определенная история, вот примеры этого всего. Например, Меркатор, у нас есть с этим большая проблема. То есть как только ты что-то одно хорошее начинаешь делать, то есть сделал ты классную инфографику на канале России 24, ты молодец. Естественно, к тебе начинают сразу бежать и говорить, а сделай нам интерактив, сайт. Говорит, Меркатор, сделайте нам сайт, вы же молодцы. И большое искушение сделать, потому что тебе деньги дают, говорят, на вот тебе, причем портал. Я вам скажу честно, наверное, все наши непрофильные работы, в частности сайты, принесли нам очень много геморроя. И последний сайт мы сделали два с половиной года назад. Мы, естественно, не сами делали, мы, конечно, кого-то нашли. То есть, ой, ну, ребят, стыдно сказать, честно говоря. И по отношению с клиентом, мы, конечно, все сделали и выполнили в итоге задачу, но испортили отношение с клиентом, потеряли деньги. Можно было бы иначе. Я считаю, что хотя бы для начала можно было не врать, как бы сказать правду, что мы не делаем сайты. Вот мы вам рекомендуем партнера. Вот они будут делать. Хотите через нас, мы генподрядчик, хотите, напрямую работайте с ними. Но вот это очень важно. И когда мне удается это сделать, и когда мне клиенту удается сказать, ребята, мы за это не возьмемся, возникает какое-то потрясающее уважение к тебе и доверие. Очень важно. И они за нас дальше держатся. Бывает так, что фильм, например, они хотят сделать фильм. Я говорю, зачем? Какую проблему будем решать? Что будем менять? Ну, у нас юбилей, нам надо сделать фильм. Ну, хорошо, юбилей, это же повод. А что мы будем делать? Чтобы сотрудники не уходили? Или чтобы клиенты еще увидели ваше преимущество? Мы не знаем. Давайте увидимся через месяц, когда вы узнаете. И вот те, которые после этого к нам приходят, и мы делаем юбилейный фильм, который будет потом 10 лет на них работать, это самые вообще крутые клиенты. И больше платят. Намного больше. В этот момент они начинают платить. Потому что мы перестаем конкурировать со всякой мелкой шуферой, извините за выражение. Сотни же компаний делают видеоинфографику. Что там? Сайт труднее сделать, чем видеоинфографику. Что-то тебе нужен компьютер и видеокамера. Айфон. Очень трудно конкурировать, на самом деле, нашему Меркатору, хотя ему 20 лет. Правда. Особенно сейчас. Кризис. Ёлки. Мы пишем цену там 3 миллиона рублей. Тут разными ИП Пупкин 300 тысяч. За счет чего мы конкурируем? Ну, ладно, чуть позже расскажу, за счет чего мы конкурируем. Что я пришел? А, НТВ. В чем смысл и в чем вот то, что говорит фокус моей погоды на НТВ и в какой момент она стала успешной? Вообще, погода на НТВ, это же мой такой эксперимент личный. Да, я метеоролог, да, совладелец моей компании, президент Метео ТВ. В общем, попал я по блату в телек. Мне было прикольно. Андрей там, короче, пять лет назад попал. Веду погоду, ничего не происходит. То есть месяц веду, два месяца веду, три месяца веду, на улицах не узнают, в Твиттере не пишут в восторге, просто ноль. А есть, ребята, закон Познера, который гласит, что если лошадиную жопу показывать по федеральному каналу достаточно регулярно, то ее начнут узнавать на улицах. Вопрос, кто я тогда. Если меня показывают по четыре раза в неделю, я тогда работал, и ноль. И для меня был, вот как раз встал вот этот вопрос. Зачем я зрителям? Зачем красивая девушка? Я как-то понимаю. Приятно смотреть. Ну, как минимум. Зачем метеоролог умный, там, профессор Беляев? Ну, допустим, чтобы узнать погоду. Ну, узнать погоду, вы понимаете, у меня есть конкурент, у всех в кармане лежит. Конкурент узнать погоду. Правильно? Зачем? Узнать погоду это информационная презентация. Да, это информационная презентация. Не для этого смотрят телевизор и прогнозы погоды, чтобы узнать прогноз погоды. Вот поверьте мне, не для этого. Зачем? И на самом деле я понял, зачем я это делаю. Только через пять лет я прошел через большой путь. У меня был вариант свалить с телека. Что мне там? Зарплату большую не платят. Это очень конкурентная тема, ведущая прогнозы погоды. На мое место куча ребят-метеорологов, желающих туда. Среди девчонок это вообще умереть. Вы представьте себе, какие есть секретарши, у каких олигархов там. То есть это очень конкурентное место. Невероятно. Ну и я тоже. Значит, и я понял только потом, что моя задача на самом деле людей развлекать, делать им хорошее настроение, устраивать им перформанс. А я этого делать не умел. Я занимался четыре года с педагогами, кучу денег потратил, четыре тысячи часов потратил с профессорами из ГИТИСа, чтобы ну хоть как-то начать это делать. Конечно, я не ургант, потому что опять же фокус недостаточный на самом деле. Я не бросил все на свете. Я не продал Меркатор, там БССЛ только этим стал заниматься. Все-таки для меня это два раза в неделю. Но, по крайней мере, рейтинги были высокие. По крайней мере, мне дали в Нью-Йорке приз как лучшему ведущему развлекательного информационного жанра. Был такой у меня сюжет. И меня начали узнавать на улицах охранники. И, кстати, у меня какой-то телевизионный успех. У меня другие проекты стали звать. Я стал вести уже за хорошие гонорары. Туристическую у меня была передача. Еще, еще, еще. То есть как бы карьера поперла. Бизнес как телеведущего пошел. И вот он пошел только когда я на нем по-стоящему субститировался. А скажи еще, пожалуйста, что ты как по-английски вот его должность называется weather presenter. То есть презентер погоды. Расскажи, пожалуйста, еще про то, что ты как презентер помогаешь людям принимать решения. Слушайте, вы знаете, вот насчет принимать решения. Работа вообще ведущего, она очень... Там есть такое вот то, что Леша сказал, что они сделают. Вот мы здесь очень хорошо понимаем, что вы должны сделать после нашего выступления. Уже два раза сказали, еще в конце скажем. Что должны люди сделать после моего прогноза погоды. И как правило, это даже не взять зонтик. А как правило, они должны... Ну, это вот честно. Они должны... У них должно эмоциональное состояние, настроение измениться. И у меня, знаете, такая матрица есть. Вам интересно это? Про погоду. Нет? Да? Вы мне там машите рукой. Я же могу без тормозов, я могу, знаете, сколько раз... Да? Нет? У меня есть такая бумажка, и на ней выписаны слова. Радую, предупреждаю, пугаю, издеваюсь и так далее. И я... У меня три части в погоде. Дальний Восток, Сибирь, Европа, европейская часть. У меня под каждую часть я подбираю слово. То есть, что я делаю с людьми в каждом этом. И когда я начал дальше работать, я тут вопрос об обладаю, я информирую. Нет. Мне стали писать люди письма, и мне такие написали письма. Ой, ребята, бабушка, которая живет где-то под этим Абаканом, и она на пятом этаже, и она не может спуститься на первый этаж, гулять она не может выйти. И она ждет и смотрит, и я ей важен. Ого-гонюшки, я-то думал, я так, типа вышел, ля-ля-ля. А там есть люди, которым это важно, то, что реально ты делаешь. И тут уже вообще без шуток. Я уже не могу себе позволить не подготовиться как-то тщательно, не подойти к этому. Я не могу позволить себе бросить занятия с педагогом. Вот что я там делаю. Когда я это понял, стало еще лучше. Реально. Вы хотели что-то, нет, сказать? А можно микрофон там нам? Или я отнесу вам. Здравствуйте, Ольга, меня зовут, компания «Идеал». Вопрос, а что сейчас вы делаете? Радуете? Да, здесь и сейчас. Друзья, здесь сейчас мне очень хочется изменить ваши отношения. Ну, я честно скажу, я же не знаю, как вы работаете, правильно? Я вижу умные глаза, я вижу, что вы много понимаете. Мне хочется всем нашим выступлениям. Это очень хороший вопрос. В чем мы тут, фокус наш, на чем? Мне хочется изменить ваши отношения к бизнесу. А в чем оно должно быть измениться? Ну, мы что? Хотя бы к презентациям давай. Ну, это очень одно и то же. Но вот сейчас, может быть, весь этот рассказ про погоду, я бы сказал про концентрацию усилий на чем-то узком, на чем-то важном, в чем ты можешь стать лучше всех. И уж я, наверное, тоже сразу забегая вперед, могу сказать, что вот это лучше всех, лучше всех образуется на стыке компетенций. Если, например, я метеоролог по образованию, добавить к этому еще знание драматургии, знание опыт мой в Меркаторе, а я делаю презентации, фильмы и так далее, знаю структуру, как историю застроить, да еще туда, когда доложить пять лет работы с педагогами, чтобы это было, ну, как-то эмоционально. Опа, рождается уникальность. Все. И дальше что происходит? Треть зала ненавидит Скворцова. У меня первый отзыв в Твиттере, знаете, какой был, когда я начал вот это все делать? У меня был отзыв, уберите психопата из эфира. Это первое, что мне написали. И какая-то часть все, они меня ненавидят, но какая-то другая часть любят. И это, к сожалению, вот так работает. То есть то, что Леша сказал, что нельзя быть для всех замечательным, это никакой ты будешь скучный. Поэтому моя задача вот это изменить это отношение. Специализация на стыке компетенций. Сегодня на самом деле у нас сейчас все будет про это и примеры будут про это. Извини, я как-то... Ну, если продолжать разговор. Значит, главная проблема с презентациями – это информационный перегруз. Вот много текста на слайде, когда вы видите, это вот как раз симптом вот этого, что люди информируют просто. И я как бы, а как не информировать? Вот как отобрать ту информацию, которая нам будет нужна? И в основном, вот основной фильтр – это цель, конечно. Все смотрим через цель. Ведет ли это меня к цели. Если не ведет, значит, выкашиваем, нещат. И в основном цель – это помочь, как бы добро нанести и пользу. И если из этого идти, совсем другие продажи в общем получаются. Ну, когда-то вот по интернету ходила такая картинка, и многие ее видели. Я сейчас работаю с X5. Это розничные вот эти сети X5, там, ой, господи, перекресток, пятерочка. И мы делаем, мы там занимаемся как бы трансляцией корпоративной культуры. И там есть очень важный принцип, по поводу которого там ломается очень много копий. Мы действуем быстро и решительно. Они говорят, что мы не министерство, мы должны, значит, бежать вперед постоянно. Во многих компаниях бумага должна отлежаться. Или там принципы ВОПа должны выполнять, отменят. Вот. У нас, когда они говорят, это не работает, нам нужно постоянно что-то делать. Бумага не должна отлежаться. И как следствие этого, что происходит на следующем шаге, это то, что образуется огромное количество бессмысленной хаотичной деятельности, как вы, наверное, догадываетесь. Люди начинают очень быстро и решительно делать фигню. И возникает вопрос, а как же отличить как бы фигню от не фигни? Как же действовать быстро и решительно? Ну, вот. И фильтр вот это вот. Они там чуть по-другому это называют. Они говорят, что я работаю для клиента. Ну, то есть прежде чем действовать быстро и решительно, спроси себя, кому нужно то, что ты будешь делать быстро и решительно? Кто твой клиент? Это может быть наружный клиент или внутренний клиент? Ну, в общем, для кого-то. Вот по поводу стыка к компетенции. Моя профессия – это три отдельных совершенно навыка, которые в одном человеке почти никогда не встречаются. Честно, за всю жизнь, насколько я этим занимался, я ни разу не видел, чтобы один человек отвечал и за сценарий, и за слайды, и за подачу. Я во всех трех вещах не разбираюсь. Я вот достаточно там прилично разбираюсь в сценариях, я учился этому специально, на Скворцова я когда-то работал давно, много лет назад. Я чуть-чуть разбираюсь в слайдах, вот эти слайды. Я рисовал, я преподаю в МГУ, у меня есть курс по визуальной коммуникации в бизнес-школе. В подаче я не разбираюсь, это не мое. Скворцов вот занимается с ГИТИСом. И то я не очень разбираюсь, но учить могу, а сам, ну, когда как. А Скворцов зато не разбирается в слайдах, я вечно за ним слайды правлю. У него там все все время съезжает. Да мне не нужны слайды, а чего? Я сам себе слайд. И ничего страшного, и мы отлично дополняем друг друга. И это очень важно для меня. Слушай, но ты еще, пардон, финансист и экономист, еще хорошо разбираешься. Нет, это важно, потому что Каптелева, и вот зачем зовут крупные компании, хотят его. Потому что он сечет в бизнесе очень круто. Ты работал где? Я в Сити работал. В Ситибанке. Он аналитик финансовый из Ситибанка изначально. И когда они про это узнают и понимают, что человек разбирается в corporate finance не хуже, чем те, кто заказывает, они обалдевают. Разбираешься. Ну, в общем, банки – моя основная целевая аудитория. И тут же раз продажа как бы возникает, и ему платят намного больше. В 10 раз, я бы сказал, может быть, больше. В 3, я думаю, максимум. Чем просто вот в Яндексе найти тренер по презентациям там. Вот там вот некое… Чего? Там их много, этих тренеров по презентациям. Их реально дофигища. Я когда выходил на рынок, где-то в 2007 году, в основном, что люди делали, они делали вот это вот. Ну, то есть в основном тренинг по презентациям это был тренинг сценического поведения. Как стоять, чтобы голос, значит, летел. И это мерзость еще, ко всем прочему, надо вам сказать. Ну, ладно, это немножко не по теме. Вот. Поскольку это все дело за один день, получалось, в общем, довольно фигово. И мне кажется, я был первым в России, кто, во-первых, разобрался в сценариях, то есть спичеративе. Второй после меня. Как структурировать. И я разобрался, потому что, ну, как бы, я что-то понимаю в бизнесе. И второе, я начал слайды нормально рисовать. Это не сразу получилось. Я финансист, у меня нет никакого таланта, я не дизайнер. Вот. Но там на третьем шаге у меня начали получаться слайды, на которые можно без слез смотреть. Вот. Год назад ко мне пришел клиент, большая компания трубопроводная, и сказал, Алексей, проведите нам, пожалуйста, тренинг по коммуникации. Я тренер по презентациям. Вообще, надо сказать, что тренер по презентациям это уже очень узко. Потому что большинство людей, которых я знаю, ты их спрашиваешь, ну, ты про презентации? Он говорит, ну, да. А по переговорам проведешь? Да, конечно. А по продажам? Да вообще, что? Я же в презентациях разбираюсь, почему не провести? И меня попросили, значит, это вбок. И я пришел, и первое, что я начал сделать, я начал людей отговаривать. Я говорю, люди, а зачем? Почему меня-то? С какого перепугу? Я про презентацию, почему по коммуникации? И они говорят, потому что у нас есть отдел финансовый, который распределен территориально, там 80 человек работают. И они единственный раз в году собираются все вместе, 80 человек. И ко всем остальным мы обращались, они не готовы с 80 людьми работать сразу. А вы, типа, на большой аудитории все время. Давайте попробуем. Вот в этот момент я понял, что это мой заказ. Я бы его не взял иначе. И это не профильный для меня заказ. Я не думаю, что у меня будет повторный заказ на это очень редко. Вот. Ну, это вот я к тому, не берите, не ваше. Хорошо? Это, мне кажется, очень-очень важно. Как понимать, где вот мое, а где не мое. Вчера мне позвонил чувак из Лондона и сказал, Алексей, вот у нас есть клиент, английская компания, которая хочет продать российский бизнес здесь свой. Ну, потому что политика, санкции, все такое. Вот. И нам нужно проколчить эту команду, чтобы они продали задорого. Я ему говорю, Хью, я последний раз делал такой проект два года назад. Я в основном сейчас занимаюсь HR коммуникацией. Как бы тебе окей, что я это не делаю? И он говорит, окей. И если есть вот это вот, ну, как бы для меня это будет эксперимент. Если есть понимание, что и для него это будет эксперимент, и у нас одинаковое представление о том, что такое эксперимент, я думаю, все в итоге получится. Потому что однажды я вел тренинг в Марсе, и это был худший тренинг в моей жизни, потому что у нас были разные представления о том, что такое эксперимент. Я не взял с них в итоге денег, но… Вторая и самая главная вещь презентации, мы уже начали об этом с Кварцовым говорить, и это то, почему в основном презентации скучные бывают. Потому что нет проблемы. Непонятно, как бы, зачем, ну, какую проблему я решаю, зачем я все это говорю. Ну, там есть большая, как бы, теоретическая подоплека у всего этого. Кто-нибудь смотрит презентации Apple регулярно? О, много кто. Android всегда упоминается, да? В каждой презентации есть упоминание, ну, сейчас Android, раньше там был Microsoft, Sony, ну, то есть какие-то конкуренты постоянно. Есть какая-то проблема, Sony что-то не дорабатывает, мы сделали новый ноутбук лучше, чем их. Кто-нибудь смотрит презентации Microsoft? Меньше, но смотрит иногда. Посмотрите, не безинтересно, вот последняя презентация Surface, это их планшет, они знаете там, что устроили? Они поставили весы на сцену и на одну, значит, положили, сейчас я вспомню, MacBook Air, а на другую Surface и вот эту клавиатуру к нему престижную, и типа все равно легче. Вот, а вам не только MacBook Air нужен, вам еще нужен к нему iPad, они говорят, потому что все покупают два, и планшеты, компьютер. И это было прикольно, это было ужасно интересно. А кто-нибудь смотрел последнюю презентацию Элона Маска про Powerwall, ну, наверное, мало кто смотрел. Посмотрите, интересно. Про батарейки, ладно, про аккумуляторы, нет, не смотрели? Посмотрите, она короткая и очень клевая. 20 минут человек продает батарейку, батарейку, на секундочку, выступать не умеет вообще, серьезно, он дико не уверен, все время какие-то выкрики из зала. Значит, два дня, я считал, два с половиной миллиона просмотров. Почему? С какого, блин, перепугу? Потому что человек мир спасает. То есть есть проблема, глобальная потепление, и он наезжает на всю эту углеводородную индустрию, чтобы, значит, перестаньте коптить небо. Хорошая получилась презентация. Слушай, а давай я пару примеров. На самом деле, я когда все это слышу, проблема, блин, а потом начинается жизнь. Вот наш конкретный меркатор делает очень конкретные фильмы. Где у нас проблема? С чем мне выступать на конференции? И чем мне завлекать клиента? С чем я борюсь? Я вам скажу, мне было очень непросто найти врага, с которым меркатор борется. Но как только я его нашел, появилась и смысл бизнеса, появилась тема, зачем выступать. Меня стали больше приглашать выступать, стало больше известности, и появилась какую-то такую вот, ну, что ли… А в чем проблема, скажи-то? Я скажу. Появилась какая-то, значит, что ли, экспертная моща. А боремся мы, меркатор, с мерзотными корпоративными коммуникациями, с бла-бла-бла, с бессмысленностью, с отсутствием проблемы, как ни странно. Мы очень конкретно с этим боремся. Я прихожу, скажем, в Сбербанк и говорю им, ребята, вот посмотрите, вы сделали ролик, там все сладко-гладко, вот это все… У вас… Я рискую, что они дадут пинка под назад, и скажут, да ты что, сдурел там? Да, я рискую. Но, очень велик шанс, что, может быть, не у этого, а у другого, им станет интересно. Они скажут, да ты что, а как надо? И мы, конкретно для Сбербанка, казалось бы, еще три года назад, мы для них сделали проект «Сбербанк меняется», где первые ролики, там серия, 11 фильмов, где фильм начинается с того, что недовольный клиент ругается на Сбербанк, появляется бабушкой и говорит, Сбербанк, «Очереди, никогда в жизни не приду». И после этого идет рассказ о том, как он меняется и что они делают в отделении. Зачем я это рассказываю? Затем, что мы этот проект продали и задорого, а никто из конкурентов не посмел прийти и такую вообще даже предложить идею. Я сказал, ребята, я борюсь с тем, чтобы вы хвастаетесь по телевизору, говорите, что у вас боги там пользуются карточками, вот вы это умеете делать и делайте, я с этим буду бороться. И нашлись люди, правда, это люди из топ-руководства, конечно же, которые сказали, блин, он нам нужен, этот парень. Он делает… И опять же, меня после этого позвали на Балтик-викенд, нас 600 человек выступают с этим проектом. Получилась яркая вещь. И выступление прикольное, интересное, и бизнес-проект офигенный. И у нас такие случаются. Ну, не часто, честно вам скажу, где-то раз в год. Но как миссия, вот эта борьба с этим корпоративной мерзотностью, вот этим, который много… Вы не поверите, «Газпром» не дали, как в среду. Я в член жюри корпоративного конкурса «Газпрома» по коммуникациям внутренним. Они меня зовут в «Газпром», чтобы я это же говорил им со сцены и на тренингах. Я делаю для них фильмы, и им это нравится. У меня есть много клиентов, которые занимаются интернет-рекламой. Агентства, которые… Ну, РТБ, ну, вы знаете. Ну да, Лебедев. Все же знают, с чем борется Лебедев, да? Нет же вопросов. А? Ну что ж, некрасиво все. Он… Дизайн спасет мир. Он это… Это виртуально… Ну, он придумал это. Но он же добыт все время в эту точку. И все, что он делает, будь ты указатель… Нет, нравится, не нравится, неважно. Но он на себе нашел этого врага, он пишет матом свой блог, да? Половина, мне кажется, постов начинается с фразы «Больше всего на свете меня…» Да, да, я не знаю. Это ужас, это отстой. У него есть с чем бороться. Он это придумал. И он делает от сайтов до всякой фигни, до каких-то там, не знаю, там, наматывателей макарон. Ну, у него есть эта линия. И это им очень помогает. И этим он привлекает к себе внимание в том числе. У человека… Он герой. Он боится, сражается со своим врагом, который, в общем-то, он сам себе нашел, выкормил, так вот облизал и бережет тщательно, чтобы он был этот враг всегда. Нет, правда? Что делать для маленькой веб-студии? Да что угодно. Ну, я… Ну, потом вам скажу. У меня есть идея. Попозже. Вот эта фраза, которую я постоянно себе напоминаю, это моя такая мантра, что не нужно проводить тренинги, нужно решать проблему. Прежде чем я проведу тренинги, я должен выяснить, в чем проблема. Если я не выяснил… Потому что HR покупают тренинги. HR не покупают решение проблем. Понимаете, да? Им бизнес сказал, найми меня тренера. Они идут и нанимают тренера. И я должен пойти и прочелленджить HR, что это реально нужно для бизнеса. Иначе я буду плохой тренер. Мне кажется, не нужно снимать фильмы, нужно решать. Конечно, нет. Нет, ну как? Я про это уже у меня есть. Сейчас я покажу вам слайдики. То есть есть люди, которым нужны фильмы. Ну, ладно. А БССЛ, вторая компания, с другом с моим, с Ларионовым, с детского сада, знакомые, друзья, создали бизнес. Вот. А потом мы с ним замутили вот этот бизнес по оценке персонала. И там есть враг. Враг, что оценка персонала вообще-то – это мерзкая вещь. Скучная, неэффективная, все врут. Там есть с чем побороться. А Ларионов на стыке компетенций. Он одновременно математик, и первая его профессия – математик. Вторая – психолог-социолог. У него два образования. И он понял, что при помощи математики можно, например, вранье убирать. То есть стат-методы, ну, кто математик, те понимают, что можно статистическими методами убирать вранье. Вот, например, если мы с вами друзья, и мы с вами оцениваем друг друга в компании, вы мне завысили оценку, я вам завысил оценку по сравнению с средним, ну, в среднем, система Ларионовская это увидит. Там есть еще такая проблема, что по десятибальной шкале все время получается семь. Там много проблем. То есть как бы неплохо и нехорошо, а так нормально. Да, там дофига проблем, и есть с чем бороться. И поэтому мы выступаем с ним вместе и боремся. Это тяжкая вещь, этот БССЛ. Это, знаете, это то, что Леша вначале говорил, идея была сделать дешево для всех. То есть это машинка, битрикс хотели сделать. Такая машинка в интернете, где ты заходишь, регистрируешься, сотрудников завел, оценку проделал, карточку заплатил, недорого, скачал отчеты, или вообще в интерактиве там видишь всю свою компанию. Хрена лысого, не продается. Значит, мы рассчитывали вот на вас, что у кого больше десяти человек в компании. Вот, купите. Значит, но не покупает никто, потому что пока не до этого. Значит, все уже и так знают свои десять человек. Но мы сделали эту машинку. Это было очень тяжело. Вообще, битрикс стайл – это путь героя, конечно же. То есть продать что-то одно многим. Ой, ребятки, вообще, я никогда в жизни никогда не хочу говорить, но я влез, я вложил денег. Два года продаж вообще не было. То есть прямо умри там, никто не покупал. Мы выступали, выступали, выступали. Боролись со своим героем, боролись, боролись, боролись. У Лурионова депрессия. Он был очень высокоплачиваемым программистом. И тут ноль. Мама дорогая. А потом поперла постепенно. Про нас написал журнал «Секрет фирмы». Два года тишины. И сейчас уже ничего. Вот моя доля вложения в шесть раз выросла. Ну, в шесть не в тысячу раз, но потому что нам инвесторы предлагают сейчас за бизнес. Нам нужно шесть лет шестикратный рост инвестиций. И пользуются «Газпром», «Сбербанк», «ВТБ». Но, правда, и прачечные тоже пользуются. Но мало. Ну и тут мы уже ловим кайф, потому что все автоматизировано, все очень удобно. Нам «Газпром» сколько? 50 тысяч человек, оценить. Это займет два часа. Все автоматически. Но это очень тяжело. Продавать эти решения готовые, то, что Леша говорил, дешево для многих людей. Это ресурсы, время. Это, конечно, это очень, конечно, круто. Эксклюзивно намного проще. Ну, это, блин. Это просто готовьтесь к тому, что это адский труд. Это очень много времени, очень много сил. И, скорее всего, ну, зависит от конкурентного рынка. Но вот на рынке, где не было вообще конкуренции, новый продукт, это приличные деньги. Ну, как минимум два года вот без продаж пожить. Но это у нас так было. Я не знаю, Сергей, там, «Гитрис» или насколько легко начинался. Но намного проще быть маленьким, продавать дорого. Да то, что делает «Меркатор». Каждый раз с нуля проект заново. 80 человек – это маленькие. Да, 80 человек. Нет, ну, «Меркатор» 20 лет, 80 человек. Ну, казалось бы, большая контора, клиент сам прет. Уже как бы рынок, ну, мы известны, «Яндекс», все дела там, понятно. Но вы поверьте, мы конкурируем каждый день. У нас все равно вот это продать дорого, все равно вот эта вот мелочь набегает, эти видеостудии набегают. И как только сравнивается вопрос с том, что клиенту нужен ролик, если ролик, мы проигрываем, все. Потому что у нас, я говорю там, ну, миллион рублей, меньше мы не берем. Вообще лучше три. А он там 150 тысяч написал. Мы проигрываем, как только нужен ролик. И как только нужен клиенту по-настоящему. И наш консалтинг, и мои мозги, и то, что вот мы понимаем, и то, что у нас есть такие сложные люди. И, конечно же, качественный продакшен и дизайн. Вот тут наша продажа. Чего? Ну да, ну и что? Короче, вот тезис. Хорошо, вот это очень важно, мне кажется. Что не надо сайта делать, надо проблему решать. Бороться надо с чем? Вот, в чем проблема? Ну, как бы, есть один маленький нюанс в моей жизни, по крайней мере, не знаю, как вам, что как только я иду вот с этим, ну, особенно по первости, с этим намерением, значит, клиенты мне не говорят, в чем проблема. У вас есть такое? Вот. То есть ты как пытаешься выяснить, приходишь и говоришь, в чем ваша проблема? Они говорят, нет. И сразу закрываются. Потому что это уязвимость, да? Нет доверия, нужно доверие выстроить. Ну вот. Я недавно ходил на встречу в компанию Большой Четверки. Большой Четверки. Значит, Большая Четверка, многие знают, это вот КПМГ, Эрнстен Янг, там что-то про Сфотер Хаус Куперс, что-то еще. Я, значит, прихожу, там сидит пять HR-ов. Пять. То есть сразу это начинает выглядеть как, значит, не просто собеседование, а прям приемная комиссия такая. И они говорят, Алексей, нам нужен тренинг про слайды. Я говорю, ну, покажите мне, что у вас есть. Потому что у меня было ощущение, что там-то как раз все хорошо. И они мне показывают, и там все хорошо. И я им говорю, я не вижу, в чем проблема. И дальше они меня начали убеждать, что проблема есть. То есть парадоксальным образом, вот это желание отказаться на первом этапе, это удивительным образом прием, который я утащил у своего педагога по театру. Это первое, что он мне сказал, когда ко мне пришел. Я его позвал, говорю, мне вот нужно прочитать такой текст. Он говорит, ну, читайте. Я его прочитал. Он говорит, я не вижу проблем. Я говорю, ну, я же хочу, чтобы... Он говорит, ну, это годы. Я говорю, годов нет, есть месяц. Он говорит, ну, давайте. Пойдем вперед. И как бы продажа состоялась. И там мы в первом, и во втором случае. И в итоге я им стал показывать просто разные варианты, что я могу для них сделать. И они выбрали один из вариантов. Они сказали, да-да-да, вот это вот то, что нам нужно. И наоборот, если бы я сразу стал им впаривать что-то, не уверен, что так бы хорошо прошло. Вот. И последнее, дорогие друзья, чего очень часто не хватает в презентациях, и чего очень часто не хватает, ну, вот как бы в маркетинге, в маркетинговой стороне бизнеса. Это конкретики. Значит, я рассказываю вот эти истории, которые часто начинаются с фразы, меня однажды позвали на встречу в. И меня люди спрашивают, собственно, Алексей, вас уже позвали на встречу. Продажа уже состоялась. Как бы все, вам не нужно ничего делать. Мы не можем о встрече договориться. Вот у нас какая проблема. И, значит, почему меня зовут на встречу? В основном меня зовут на встречу, дорогие друзья, вот поэтому. Ну, тут много текста. В общем, это сарафанное радио. Ну, то есть, одни люди хорошо обо мне отзываются для других людей, и в итоге меня зовут на встречу. То есть, нет, реально, понятно, что я веду блог, понятно, сейчас в город бизнес-ревью мы пишем с Кварцовым, понятно, что там я выступаю, что… Ну, книгу ты написал, которая по всему миру продается. Ну, как бы это все, правда, это все ерунда. Это все вот как бы так, маркетинг-маркетинг. Реально, причина, потому что один HR поговорил с другим HR, или один бизнес поговорил с другим бизнесом. Вот почему меня зовут на встречу. Потому что я стараюсь делать хорошие проекты, потому что я не берусь за все подряд. Самое смешное по поводу вот этого конкретного кейса, это крупная компания интегратор. Скучная, ужасная. Вот это… Ну, я убрал отсюда все логотипы и вообще всю идентифицирующую информацию. Это вот такие у них слайды. И я пришел туда, и я очень долго, примерно половину тренинга, я был убежден, что все идет очень плохо, что никогда никаких повторных заказов здесь не будет, и все будет ужасно. И по-настоящему что-то получилось хорошее после того, как мы в одном из упражнений вот этот слайд поменяли вот на этот вот. Кто-то улыбнулся. Вот в этот момент я с группой подружился. В этот момент группа стала моим другом, потому что у меня появилось лицо, потому что я как бы объявил себя как фанат футурамы. И в тот момент, когда группа поняла, что я фанат футурамы, значит, там, я не знаю, 20% меня не возлюбило, оставшиеся стали моими друзьями, потому что среди айтишников много фанатов футурамы. Это не пример там дизайна, ни в коем случае никакого. Он как бы невеликий. И это жуткое нарушение авторских прав. Но идея понятна, что вот пока я этого не сделал, там ничего бы не произошло. Потому что откуда HR узнал? HR узнал по отзывам, отзывы о ваших семинарах. А отзывы идут от участников. В итоге мой финальный клиент – это участник. Короче, ну там пара советов под конец. Рассказывайте истории. И для того, чтобы рассказывать истории, надо, конечно, делать что-нибудь, чтобы истории рассказывались. Их надо откуда-то брать. И для этого надо делать как бы умеренно безумные вещи. Не нужно, наверное, делать совсем глупых вещей. Но мне кажется, что без наивности какой-то вообще нечего делать в бизнесе. Нам нужна какая-то наивность. Ну да, нет. Я просто как бы логику вот эту заверну дальше. Смотрите. Чтобы были интересные истории, должен быть враг. Вы с чем-то должны бороться. Чтобы вы увидели этого врага и вообще почувствовали, с чем можно бороться, нужен стык компетенций. То есть если вы хорошо разбираетесь в пиве, как его варят, и в дизайне, вы можете очень придумать какую-то интересную историю для сайта пивоваренной какой-то маленькой компании или какой-нибудь пивбара. Потому что вы поймете, что там такого есть, что показать клиенту. И вы можете его очень сильно удивить. И с чем там можно бороться, какие там есть проблемы и так далее. Мы, по крайней мере, так пытаемся делать. Два моих бизнеса, что Меркатор, что БССЛ. Это постоянно вот эта мысль. Где проблема? И от чего я откажусь? Мутите в воду, короче. Ну, вообще, что там дальше-то у нас? Дальше. А, и так? Дальше ты, на самом деле. Мы будем рассказывать про это, то, что там нет? Не будем? Дальше, на самом деле. Ну, смотрите, я не знаю, если вам интересно. Во-первых, значит, то, что хотелось рассказать и показать на примере моего опыта все-таки, это так странно звучит. Особенно я понимаю, это маленькая компания в регионах, веб-студия. И все вы на одном рынке друг друга там мочите и конкурируете ценой. И понятно, что, господи, да хоть какой бы заказ пришел. Ну, попробуйте. Просто попробуйте. Например, у меня, знаете, какая была идея? Да, может быть, глупая, но почему нет? Вдруг кто-то разбирается в оконных рамах. Да, дико конкурентный рынок. Все делают оконные рамы. Сделайте сами. Идеальный сайт оконных рам. Вот прямо идеальный. Сейчас все сделают. Не все. Никто не сделает. В том-то и дело. И пускай они конкурируют за этот сайт. Пусть эти оконные рамы, аукцион устроите. Глупо звучит. А кто-нибудь попробуйте. Как минимум, может, не продадите, но прославитесь. Может, про вас напишут. Состав напишут. Журнал, состав. Это же весело. Это борьба. Вы боретесь с отстойными. У меня, например, знакомая одна продает камины. Девочка. У нее малый бизнес. Камины. Я вчера набрал в Яндексе камины. Ё-моё сайтов. И, в общем, все так себе. Ну, вы же предприниматели. Предпримите. Поборитесь с плохими каминными сайтами. Маленькая. Это ниша. Разберитесь в каминах, что там важно. Сделайте сайт, который показывает кайф каминов. Ну, предпримите это. Сделайте. Да, это вложение. Да, это это. Но мы, например, мы так делаем в Меркаторе. Кстати, знаете, что я хотел вам сказать? Мне, например, лично очень помогают всякие факапы. Как какая-то жопа случается, я начинаю быстро бегать. У нас… Вот смотрите, наш проект «Россия в цифрах» на канале «Россия-24». Знаю, видели кто-нибудь инфографический? Наш, наверное, самый известный. Он появился после того, как нам дали пинка под зад и выгнали нас с канала. Мы работали на канале «Россия-24», всю графику там делали. Потом кризис девятого года. Меркатор вылетает с пробкой. И берутся девочки дешевые, которые делают графику и сажают кучу ошибок, но дешево. Блин, хер на себе выгнали, блин, надо срочно что-то предпринять. И мы придумываем проект «Россия в цифрах». Если бы пинка не было, мы бы не придумывали его никогда. Тут с меня случилась такая история катастрофическая. Ребята, я вам расскажу. Вы обалдеете совершенно. У меня… Я делал… Что там, нас записывают, да? Ладно. А, вы же не будете выкладывать? Нет? Или вы… Что же мне делать-то? Ну, блин. Есть крупный заказчик у нас, такой банк. Зеленый. Я… И я несколько лет подряд, мы, меркаторы, мы делали для них ролики к собранию акционеров. Это важная задача. Первое лицо, значит, вовлечено. Был даже случай, когда мы сами по своей инициативе предприняли и за свой счет сделали ролик, который я считал идеальным. Вот была история такая. Я разобрался, понял, что, наверное, важно первому лицу. Мы сделали сами ролик, я прочитал все его интервью, книги про него прочитал, сделали ролик. Вау, это был успех. Отправил он ему по электронной почте. Он сказал, оба-на. И был успех. И мы, кстати, таким образом сразу прошли огромное количество согласований, потому что ему понравилось. А там же бюрократия. И тут, значит, вот в этом году я тоже хотел сделать ролик в собрании акционеров. Очень хотел. Думал об этом с января. Но понял, что я не знаю, что делать. Потому что, ну, вроде как, то есть единственное, что можно сделать... Кто-нибудь видел ролик, который сделал Зеленый банк в собрании акционеров? Ну, найдите, посмотрите. Он крутой. Это единственное, что можно было сделать. О проблемах, которые сейчас есть. Не столько о банке, сколько о проблемах. И я все ждал. Ну, как бы за свой счет сейчас мы не могли делать. У нас была другая задача. То-се. Я все ждал, что звонок, звонок. И в итоге мне позвонил человек не из банка, ну, какой-то человек, с которым я общался несколько лет назад, года три или четыре. Я ему не перезвонил. Я видел, что звонок, ну, ладно, потом. Я потом забыл. А буквально на этой неделе в среду я узнаю, что этот человек был консультант внешний, который делал этот ролик, который был заказчиком, сценаристом. То есть он звонил мне, чтобы сделать эту работу. А я всего лишь не взял трубку. И он этим, я говорю, блядь, ну, знаете, внутренний монолог. Вы можете, я, правда, по-другому никак не скажешь. Я ему перезвонил, и я понял, что мы с ним общались четыре года назад, что он реально, блин, из консультанта большой компании. Я говорю, слушай, ну, что ж ты, ну, ты бы хоть смс-ку написал или электронную почту. Ну, ты хоть, ну, что ты не написал-то мне, блин, я бы, он говорит, ну, как-то я вот позвонил, типа там, а потом я другим позвонил, и они сделали с другой конторы. Ох, мамочка дорогая, как бы, это, конечно, ну, во-первых, мораль, не будьте снобами, и, блин, не допускайте идиотских ошибок. Ну, перезванивайте, и тогда вообще, да, ну, то есть, вот, но я, естественно же, я же не мог просто так как бы получить такого пинка. Я стал думать, в чем был высший смысл того, что я не взял телефон, а высший смысл нашел я. Ну, понятно, что это немножко так за уши притянуто. В отсутствие этого заказа я сел в компании, что-то заказов мало, блин, надо что-то предпринять. Думали мы, думали и придумали. Мы сделаем проект «Большая страна» на наш любимый канал «Россия-24». Мы будем делать зашибенские ролики на одну минуту про уникальный проект в стране друг с другом и сделали. Найдите в интернете «Большая страна», первый ролик про платформу «Приразломная» «Газпромнефть», которая там в Арктике добывает. Классный ролик сделали, канал взял бесплатно в эфир, «Газпромнефть» купила, заплатила нам за это деньги. Следующий ролик «Росгидро», «Росгидро», «Сайна-Шушинская ГЭС», и у нас уже очередь. Почему? Потому что офигенные ролики, мы их делаем сами. Если клиент выпендривается и говорит, а вставь туда там восемь цифр, мы говорим, спокойно, иначе канал не возьмет. Опа, да? Очень удобно. На все эти замечания, которые нам кажутся неправильными, и они говорят, неправильные есть, опа. Этим довольны, потому что их ролики идут в эфире бесплатно, ротация. Нам платят, все довольны, нам платят за производство, канал хороший контент получает, там нет рекламы, там нет логотипов, это просто ролики про крутые проекты, туда еще и хрен попадешь, а обо какой проект мы не берем, мы еще там подумаем, с кем нам работать. Он родился вот в период, если бы мы занимались, я думал так, если бы мы занимались этим роликом для собрания акционеров, наверное, бы этот проект не родился. Наверное, у нас не было бы необходимости, не было бы этого пинка под задницу, не было бы этого ужаса, что что-то надо предпринимать. Предпринимайте что-нибудь. У меня, знаете, тут история есть, я ее боюсь не рассказать за пять минут, если вам это только надо, это история о том, как продавать крупникам, вам это надо? Большим заказчикам, зеленому банку, да? Да? История такая, мы делали фильм для Газпром, и самое потрясающее, что было в этом фильме, что захватывает сразу внимание, были водолазы, потому что на глубине 100 метров работали водолазы на дне, и работали они, а кто-нибудь ныряет, кто-нибудь представляет себе, что такое на 100 метровой глубине? Это пипец. И по правилам, значит, он там полчаса работает, 8 часов декомпрессия. Но Газпром придумал водолазный колокол, значит, они 8 часов работают, водолазный колоколь на корабль, в барокамеру, и они при этом давлении в кислородной атмосфере неделю живут. И получается очень эффективно. А там надо быстро работать, потому что лед придет, и все. То есть там на Сахалине надо быстро. И это потрясающая история, конкретная, как Леша говорит, с проблемой, раскрывающая их вот этот Газпромовский, ну, то, что у них есть хорошего, по-настоящему, их профессионализм, их отношение к делу, вообще класс. И целевой аудитории должно понравиться, а целевой аудитории там два человека, как мы понимаем. И вот мы этот фильм делаем, приносим, и нам говорят, все, зашибись, вот, собственно, это я вам изобразил. Они говорят, все, все, нам очень нравится, все, зашибись, водолазы вырезать, историю продолазов убрать. Как же? Это не мы, это, оказывается, подрядчики наши какие-то. Говорю, вы что? Короче, проблема в том, что у группника, понятно, что клиент, это не один какой-то человек, который, может быть, умный или не умный, это целая хреновая туча народу, так называемый decision making unit. Это люди. И этот юнит состоит из кучи народу, и там есть некая там девочка, младший помощник, там младшего менеджера. И когда мы, кстати, проводим опросы качества, то есть, что для вас качество, что для вас классный проект, что вы рекомендовали, как каптали его дальше, нас. Вот эти вот младшие помощницы говорят, вы выполнили все указания руководства и точно в срок. Больше ничего не волнует. Над ней менеджер, менеджер, выполнили все наши указания и в срок. То есть, их там не дизайн, ничего их не волнует. Их волнует, вот это то, что они говорят в наших опросах. Над ними находится уже человек, директор по маркингу. И вот чаще всего мы слышим вот такое. О, конкуренты завидовали, тебе бы сказали. Над ними стоит генеральный директор. То есть тот, кто... Это не физический вес, не подумайте. Это как бы вес в компании. Это аллегория, аллегория. Над ними стоит уже человек, который действительно озабочен бизнесом. И вот там-то начинается разговор про пользу для бизнеса. То есть что я вам хочу сказать. Во-первых, конечно, все, о чем мы говорим с каптурем, имеет смысл где-то здесь. Очень редко, когда есть здесь... Ну, бывают, конечно, исключения. Но, как правило, вот там уже начинается разговор о смысле. Но, кстати, это еще не все. Есть еще один человек. Догадываетесь, кто это? Да, это владелец. И он, значит, у него... И помимо этих всех, мне, Меркатору, мне еще важны еще другие ребята. Это кто? Это друг... Нет. Это следующие, это другие. Это как бы другой какой-нибудь Лукойл, который посмотрит на все на это. И им будет интересно. Потому что Лукойл, ну, как бы им интересно увлечься тем, что мы сняли для тех. Это те самые конкуренты, которые должны завидовать. И это еще тоже не все. Потому что еще есть Скворцов. Я не мог себя не изобразить здесь. Значит, было бы нечестно. Которому важно то, о чем мы говорили с Каптелем. Значит, вот эти все принципы фильмов, которые у нас, безусловно, соблюдены. И если вот эта толпа более-менее объединена одними ценностями, более-менее для них важно все, о чем мы с вами сейчас говорили здесь, то этим не хочу никого обидеть. И там бывают умнички. И бывает по-разному. Они бывают молодцы. А бывает, что сама бюрократия на них давит. Вот это очень часто бывает. Да они умные ребята. Они закончили там. Бывает, что бизнес-школы крутые. Вот давит на них вся эта пирамида. И они себя ведут не очень умно. А с ними надо что-то делать. Что с ними делать, как вам кажется? Что с ними делать? А? Прости, какой я. Это вот то, что обычно они говорят. Зачем фильм, чтобы был? С чем мы будем бороться? Да ни с чем проблем у нас нет. И вообще забудь ты это слово «проблема». Просто скажите, что мы лучше всех. Им это безопасно. Это такая тактика cover.es. Вот они рождают вот такие тексты. И он радуется. Нет, не радуется. А вот так я сделаю. Поскольку у нас не мак. В маке он у меня прыгал. А сейчас он у меня в пару поинтей. На письме он только чуть-чуть. И на самом деле сделать ничего невозможно с ними. Ничего невозможно. И вот эти все аргументы на них не действуют. Cover.es. То есть им важно, чтобы было безопасно. Боже упаси, никаких проблем. Что делать-то? А делать что-то надо. И сначала у меня была такая гипотеза, что я могу на них вообще забить. А, я буду общаться здесь. А эти пошли там, да, и посылать их куда подальше. Но это не очень хорошо работает. Почему? Потому что от них на самом деле очень часто зависит, сделают ли мне заказ. То есть это те самые охранники, которые могут пропустить, а могут и нет. И очень часто здесь говорят, ну иногда эти говорят, закажи Меркатору, нет вопросов. Но когда эти говорят, найди мне подрядчика на фильм, вот эти начинают решать. Более того, эти могут инициировать заказ. Говорят, вот у нас юбилей, нужен фильм, давайте поработаем с Меркатором. Их нельзя не любить. Это очень большой геморрой, если ты их не будешь любить. И получается, конфликт очень такой интересный. И что делать? Ну, во-первых, идти наверх. Аккуратно, мягко, может быть, вместе с ними. То есть как бы пообщался с ними и пошел туда повыше провести нормальный разговор. Если получается, да. Для того, чтобы туда, я потом скажу, что надо туда пойти. Что еще? Объяснять, учить, мастер-классы, выступать. Вот как раз бороться с этой проблемой. Вот для них мы, на самом деле, работаем. Потому что там Сергей и там начальники, они все это понимают про фокус, контраст, конкретику. Да и вы наверняка понимаете. А вот заказчики не всегда это понимают. Хвалить обязательно. Если уж ты пошел, то похвали. Скажи, спасибо большое. Вот Лена такая молодец. Так хорошо бриф заполнила. Такая умничка. И они себя чувствуют безопасно. Это очень мелочь, но это очень важная штука. Бери риск на себя. Это моя идея. Пришел гендиректор и сказал, мне кажется, что так, вот есть два варианта. Вот Лена нас попросила сделать два варианта. Вот так, вот так. Не подставляй ее. Бери все на себя. Тебя не уволят. В крайнем случае не сделай заказ. А ее... Ей страшно. И сам... И самая катастрофа, и самая, как ни странно, эффективная бывает вещь. Делай две версии. Блин. Вот этот фильм про водолазов в итоге кончил с делом, что пришлось делать две версии. Да. Это дорого. Но это решение проблемы. Это борьба. Да, это дорого. Но это, кстати, очень плохой маркетинг. Заставляет тебя заказчик сделать плохой сайт. Ты видишь, что он плохой? Ну, потрать ты один раз денег, сделай два ему. Ну, потрать ты денег. Ну, вложи, сделай два сайта. Ешкин нос. Что, трудно, что ли? А? Неважно, у вас хороший будет в портфолио. У вас будет хороший в портфолио. Нет, если ты не можешь сделать хороший, тогда туда тебе и дорога. Сделай два. Будет хороший, продашь другому. Нет, нет, нет. Сделай, сделай. Ну, сделайте. Ну, сделайте. Да не едино. Значит, плохие делали. Я вам еще раз говорю. Ну, да, там одна минута. Сейчас заканчиваю. Продает портфолио в Меркаторе. Я могу обвыступаться по телевизору, на конференциях везде-везде, отписаться в Гаррид Бизнес Ревью. Это все только внимание. Да, привлекаются внимания. Но дальше они идут на сайт, смотрят последнюю работу, которую ты сделал. И если она классная, есть продажа. Если она, как это называется, господи, компромиссная, нет. Поэтому мы стараемся не класть на сайт фигню. И мы стараемся, ну, или все-таки нам удается, чаще уже сейчас удается делать хорошо для заказчика. Если не удается и долго, то мы делаем вторую версию. Ну, это затраты. Ну, это самый лучший маркетинг в портфолио. Ну, и ладно. Все. Значит, просто это вам, чтобы было понятно, какие затраты нужны. Чтобы идти наверх, нужен экспертный имидж. Пишите, выступайте, боритесь с проблемой, копите себе экспертный имидж и так далее. Значит, понятно. Понятно. Вообще ничего не стоит хвалить перед настоящими. Брать риск на себя – это деньги в конечном счете. То есть сделай заранее. Ну, и две версии – это тоже, конечно, деньги. Да, теряешь ты прибыль, но ты приобретаешь больше. Все. На самом деле, ладно, это мы промотаем. На самом деле, самое главное, что я хотел сказать, предпринимайте, ребята, блин, что-нибудь сделайте. Вот ребенок, да, у всех, у кого дети, все знают, что дети, они предприниматели. Они рискуют, он попой своей рискует. Он как бы, он предпринимает. Он пытается что-то сделать, блин, в этом мире, ему интересно. И он делает и старается хорошо сделать. Этот человек. И некоторые, вам кажется, фигня? Да? А вы знаете, что это такое? Вы знаете? Как это? Пол? Джексон Полок. Последний раз, когда эта картина продавалась, она продалась за 140 миллионов долларов. Это примерно 160 миллионов долларов в нынешних ценах. Оба-на! Человек в мазню рисовался там 40 лет. На стыке компетенции, маркетинга и всего. То есть как бы не сидите сиднем, как до Шарапова говорили. Делайте что-нибудь. Вот и все. И все будет. Я вам просто гарантирую. Спасибо большое. Все. Спасибо большое за выступление. Скажите, у нас есть чуть-чуть времени на вопросы? Да. Пожалуйста, поднимайте руку, мы к вам подойдем и спросим. Вот я вижу первую руку. Оставим этот слайд, да, как вдохновляющий. Максим Богомолов, 2Б дизайнер. Спасибо за интересный рассказ. Это очень вдохновляет и действительно познавательно. Вы с большой легкостью говорите о том, давай сделаем за свой счет, по сути, там, большую работу. Понятно всем нам, что это дорого, что это большие инвестиции, внедрения, риск. Вопрос в следующем. Время и сценарий принятия такого решения о том, чтобы пойти на этот риск и инвестировать собственные средства. Как это происходит у вас? Кто решает и как? Извините, у вас какая должность? Вы кто? Ну, я собственник бизнеса. Вы собственник бизнеса. Чего вы меня спрашиваете? Ну, меня интересует время, скорее, принятия решения. То есть, вот, все, делаем. Слушайте. Там, одна минута. Ну, по вашему стилю. Ну, вот я такой, я, боже мой. Вот, у меня другая проблема. У меня не проблема принять решение, я вам честно скажу. У меня проблема всех воодушевить это сделать. Потому что это реально проблема. То есть, большую страну проект, на самом деле, я задумал год назад. Но все такие, ну, мы сейчас заняты, ну, у нас другие проекты, ну, что ты пристал там, ну, там это, это. Я говорю, ребят, ну, денег заплачу, тебе столько, тебе столько, тебе столько. Делайте, ну, мы заняты, там, давай потом. То есть, это вопрос лидерства. Это не вопрос, там, принятия решения, количества денег. Ну, что, деньги есть. Ну, есть они, ну, господи. Ну, не съездишь ты один раз, там, не отдохнешь, там. Или купишь ты машину не такую, а такую. Но это важно. То есть, ты, например, тратишь какие-то деньги на рекламу, там, или пытаешься Яндекс.Директ или там что-то там делать, а у тебя под ногами лежит вот это золото, понимаешь. Это вопрос не, сколько я принимаю решения. Ну, конечно, я просто нахожу, как бы, как мне кажется, где круто. То есть, возможности я ищу. Я не каждый же проект так делаю. Вот эта подводная история с «Газпромом», она была такая офигенная. Там такие водолазы. Посмотрите фильм. Это такое дискавери. Там такой мужик классный в начале фильма. Набутов озвучил, я позвал Кирилла Набутова. То есть, конфетка в фильме. Я понимаю, что надо так делать. Я вообще на все плевать буду делать за свой счет. Набутов за свой счет озвучит. Гонораром заплачу. Не важно, что. Мы в итоге две версии реально сделали. Одна формальная, такая пафосная. Фу. В итоге, во-первых, они используют нашу, во-первых. Во-вторых, она нам реально… Ой, сколько она продала нам. Ну да, потратили мы. Да. Светлана, вы меня уже можете подгонять. Я пытаюсь увидеть, не хочет ли кто-нибудь задать вопросы. Не вижу. Вопросов нету больше? Ага. Много букв на слайдах. Это хорошо или плохо? Это зависит от количества народа в аудитории. Какая зависимость? Если в аудитории мало народа, если три человека, ничего страшного. Если 300 человек, то, конечно, это проблема. У Джобса были слайды с большим количеством текста. Он просто не вывалил все сразу на аудиторию. Он постепенно их выстраивал. То есть глобально лучше не делать, но иногда это оправданно. Если он может доказательство привести или цитату какую-нибудь, или там какие-нибудь цифры сложные. Делаем много букв, ничего страшного. Просто ориентируемся. Три человека, там вообще нет проблем. 300 человек, есть проблема. То есть хотя бы не каждый слайд. Можно вопрос? Давайте поменяемся ролями. Вот мы огромная компания, такой холдинг. 12 тысяч компаний построим. Мы просто монстры. Мы вас пригласили, вы в веб-студия. И мы сидим и говорим, нам нужен сайт. Вы такие спрашиваете, а зачем? Надо. Продайте себя. Прорешите нашу проблему. Какая у вас проблема? Сказали. У вас 12 тысяч человек. Компании, у нас вообще там, не знаю. Слушайте, у вас уже есть 12 тысяч сайтов. Что вам, нужен 12 тысяч первый сайт? Ну, вам нужен один общий. Зачем? Нет, сейчас Сергей очень интересную игру затеял, на самом деле. Мы не будем делать для вас этот сайт. Нам такой заказ не очень нужен, потому что реально это фигня. Потому что вам, вашим 12 тысяч компаниям не нужен, возможно, один общий сайт. А если поковырять, у вас он есть. Как там, bitrix.ru? Вы этого хотели? Чтобы мы это продали вам? Не, на самом деле, надо понять, какая у вас общая проблема. Возможно, общая проблема с управлением контентом. Возможно, общая проблема с CRM-системой, с анализом больших данных. Вы это сделаете в процессе вот этого диалога. То есть вас пригласили, вы будете делать внутри. Ну, я так думаю. То есть, ну, смотрите, ну, конечно, это диалог. Я, конечно, задаю вопросы. Просто вы сейчас, как от всех 12 тысяч, но, извините, вы это и делаете для этих 12 тысяч, правильно? В чем мы будем лезть там, условно говоря? Вы хотите, чтобы мы вам… Давайте мы вам сделаем то, что реально, может быть, вам нужно. Давайте мы вам истории классные сделаем. Историю успеха ваших 12 тысяч, кто пользовался Bitrix, и это будут реально конфетки. Андрей, Андрей, если что, мне тоже надо продавать. Светлана, где вы? Мне тоже надо продавать, если что. Подождите, здесь есть Сергей. Это, кстати, главное разобраться, кому продавать. Я по этой, по этой… Подождите, подождите. Не, а Светлане я все уже продал давно. Нет, нет, нет. Она уже не против. Коллеги, без микрофона, пожалуйста, не задавайте вопрос. Вас не услышит ни трансляция, ни запись. Правда? Купите ролики. У нас последний, наверное, вопрос, я думаю. Пока время есть, смотрите, как вам… Спасибо, очень такая вдохновляющая презентация получилась. Вопрос такой, вы много говорили о том, что проблемы, да, когда мы приходим, нам не говорят реальных проблем. У нас существует еще такая, ну, как бы параллельная ситуация, когда нам озвучивают проблемы, которые реально для них значения не имеют, а серьезные проблемы, они скрыты глубоко и высоко. Что с этим делать? Можно я отвечу? В мягкой форме скажите им об этом, что это булшит. То, что вы нам сказали, это ерунда. Серьезно, мне кажется, что… Ну, я маленький, Скворцов большой, я маленький, я могу себе позволить немножко жестить больше, чем он. Как бы для меня эпатаж – это более как бы осмысленная стратегия, чем для него, поскольку Скворцов более масс-маркет. Я однажды встал и ушел с таких переговоров. Просто встал и ушел. И мне кажется, очень важно хотя бы один раз в жизни это сделать. То есть понять, что граница существует, что я не готов работать вообще со всеми. Если клиент быкует, а такие люди есть… Нет, дело не в быкует, дело в том, что он что-то не говорит или не знает, или подсовывает тебя другие. Давай я, вот я, мне тоже есть. Ну да, если быкует, нет, но если… Недавно в Фейсбуке я расшарил статью, и она собрала какое-то там беспрецедентное совершенно количество лайков и там повторных расшариваний. И статья была резюме книжки, которая называлась «Не работайте с мудаками». Леша, мне кажется, вопрос не в этом. И дальше, сейчас подожди, и дальше моя способность как коммуникатора это вот как бы отставлять эту границу как можно дальше. Ну то есть все-таки продолжать считать подавляющее большинство людей хорошими, но где-то там все-таки понимать, что моя гибкость не безгранична. Речь не о мудаках, простите, значит. Нет, я вам отвечу на этот вопрос. Значит, мне сейчас 42 годика. Значит, я задумался о вашем вопросе, о вашем, где-то примерно в 25 годиков. И это были 90-е годы, когда вообще продавалось все, вообще. Вот правда. У меня все мои однокурсники, там кто банкир, кто инвестбанкир, и только потому, что они на себя на визитке написали в 93-м году, я банкир. Тогда было легче. Но я задумался. И вот этот вопрос у меня возник. Я хочу, чтобы меня слушали, я хочу понимать больше, чем мой заказчик. Я сначала отучился в бизнес-школе Айбек Американская в Москве, получил MBA. Потом я уехал в Гарвардскую бизнес-школу и учился. Блин, я закончил Гарвардскую бизнес-школу, программу Owner Present Management, Сергей, где он? Кстати, я очень рекомендую. Это месяц в году, офигенно, но очень здорово. Вот, такой мировой взгляд на все вещи. Да, это бизнес-школа, это стоит примерно как автомобиль, на котором я езжу. Но это всего лишь автомобиль, на котором я езжу в Гарвард. Потом, значит, я начал писать, как проклятый. Потом этот телек, я пошел, я чему? Развивайтесь, знайте больше, чем клиент. Будьте экспертом. Вы будете продавать дорого. А что доказать? Нет, надо доказывать. Ну, все же понятно, все на поверхности. Что для клиента важно? Доказательства. Каптилев вообще был никем, пока не написал книгу на английском языке. Правда, ее издали в Америке. Да он был простым сотрудником Миргалта. И потом я очень долго был никем, пока книжку не перевели на русский. Да, потом книгу перевели на русский. Она изданно. Видели книгу Каптилева? Купите. Мастерство презентации, такая квадратная, красненькая книжка, во всех магазинах идет. Вот как он написал, во сколько раз у тебя гонорар вырос за тренинг? Сейчас я подумаю. Ну, в семь как минимум. Ты сказал в три, но где-то в пять примерно. Я вам так скажу. Каптилев пока был никем. Работал в Меркаторе у меня, сценаристом. Так вот, он у меня в месяц получал примерно столько же, сколько сейчас за день тренинга. Сколько сейчас он в день получает. И теперь он бесплатно мне помогает. Я ответил на ваш вопрос. Это надо заниматься этим, ребята. Это вот так вот не происходит. Это выступайте, общайтесь, пишите блог. Рыть надо. Пусть они вас зовут. Я знаю обычно проблемы клиента. Мы когда идем навстречу, я недолго, мы когда идем навстречу крупнику, я еще раз, сейчас я вам скажу. Помните, я рассказывал, как я продал ролик к собранию акционеров крупного банка? Я знаете, что сделал, чтобы его продать? Я, во-первых, прочитал книжку «Словно танцполе. Как меняется Сбербанк», где очень много, там написано, какие книги любит Греф. Я взял цитаты из этих книг, вставил в эту презентацию. Понимаете? Я прочитал все его интервью за год. И одно из интервью было. Десять важнейших событий Сбербанка за год. Опа, пол работы сделано. Я не шел к каким-то менеджерам и не спрашивал, какая у вас проблема. Я за них сделал эту работу. И тогда да, и тогда деньги большие, и тогда что-то другая история. Разбирайтесь в бизнесе клиента лучше, чем он. Будете экспертом. И будете очень много получать. Этого мало кто делает. Вот вы сейчас тут сидите, сколько у вас? Много. А кто-то двое, может быть, сделают то, что я говорил. Мне кажется, у вас звучал еще совершенно бесподобный совет. Вот встретили такого клиента, встаньте. Вот соберитесь, сначала соберите всех, собственников, всех, всех их выслушайте. Потом встаньте и скажите, мы вам сайт делать не будем. И уйдите. Кроме шуток, ведь Ольга Куликова рассказывала, как она отказывалась делать сайт Олимпиады. Она отказывалась участвовать в тендере. Я ей уговорил, потом ее все остальные уговорили. Она отказалась, а потом она этот тендер выиграла и сделала сайт Олимпиады. Они сидят, собственники, они же будут уговаривать вас. Да, да, да. Нет, это можно ради интереса. Вам не нужен сайт, да отстаньте. Ну что вы. Попробуйте раз в жизни. Может быть. Да, это интересно. Раз в жизни можно. А, и еще совет. Еще совет. Когда будете критиковать и поливать как кого-то, вы помните, что вы все-таки это делаете от любви. Это я, кстати, не очень тоже сразу понял. Когда критикуешь, это обидно. То есть это, в любом случае, обидно. Вот я Светлане там что-то писал. Неприятно это слушать, когда критикуют то, что есть. Какие-то вещи. Вот мы разбирали на курсе там, да? Я критиковала. Я могу. Не, не, делайте это по-доброму. То есть я, например, в «Газпроме» в среду. Я ему говорю, дорогие друзья, ну что же вы за такую хрень написали здесь? Ну как же, мы же с вами люди. Ну вот как-то так. Скворцов же хочет помочь. Да, да, да. Я же не от того, чтобы выпендриться. Я реально хочу, чтобы было лучше. Вот если это есть, это нота. У нас вопрос из онлайна. У нас еще онлайн-трансляция, нас там много людей смотрят. Спрашивают, как вы сами себя мотивируете? Меня мотивируют две вещи, честно вам скажу. Значит, меня мотивирует зависть. Честно, когда Капсулив написал книгу, я так завидовал ему, а я не могу книгу написать. Я пробовал неоднократно, не получается. Я не по книге, я вот люблю ля-ля-ля, вот это вот. Я люблю, и я сделал лекцию про инфографику в диджитал-октябре. И у тебя сколько тираж книги в России? 12. А, а у меня 60 тысяч просмотров в ютубе. Лекция. То есть, конечно... Такой жанр, Андрей. Нет, правда, я правда, я когда прочитал книгу, он выпустил, блин, книгу написал. Ладно, я не напишу книгу, и на английском не напишу. Что я могу? Лекцию я сделаю. Я вот умею, я телеведущий, на меня придут. У меня содержание, я 15 лет занимаюсь инфографикой, у меня есть смыслы, у меня есть кейс, история. Я сделал хорошую лекцию, кто не видел, гляньте, 60 тысяч. То есть, это меня реально мотивирует, кроме шуток. Ну, хорошая зависть такая, которая меня побуждает делать. И второе, то, что я вам уже сказал, меня побуждают провалы. То есть, какая-нибудь лажа, какой-нибудь факап, какую-нибудь хрень, мне очень хочется вылезти оттуда, я начинаю как бешеное делать. Когда все хорошо, я ничего не делаю. Я ленивый, я плюю в потолок, реально, мне как-то... И в этот момент, когда я ничего не делаю, когда я плюю в потолок, я учиться начинаю. Я понимаю, что с собой надо что-то сделать, и я себя куда-то, куда-то, в театральную школу, неважно, парашютным спортом заниматься, не так важно даже чему. Надо, чтобы что-то с тобой происходило, чтобы ты менялся. Для меня лучше всего работает этот вопрос, постоянно спрашиваю себя, а не, ну, или я делаю. Потому что, ну, как бы, а куда мотивация-то уходит? То есть, приходится себя заставлять делать вещи, которые мне не нравятся, и вся энергия уходит туда в итоге. И ни на что хорошее не остается. Просто не надо это делать, и тогда энергия направит себя сама туда, куда нужно. У меня такая вот немножко... Это индивидуально, правда. Психодинамическая теория. Это лично, надо просто тебе признаться, понять, да, это вот меня торкает, и не пропускать момент. Спасибо вам большое. Спасибо, коллеги. Спасибо. Спасибо большое. Продолжение следует...